Ну вот, господа, сейчас я вам покажу улов, который попался мне сегодня в лесу. Узнаете, вот этот царь грибов, белый гриб, вот так вот он выглядит, но это уже взрослый образец, я его даже обхватить не могу, ножку плотной, у него при сушке, при варке, у него всегда белая мякоть. Вот такой вот красивый-красивый гриб. Еще раз повторяю, царь грибов, белый гриб, вот тоже самое из этой же серии. Вот видите, это не подберезовик, это белый гриб, запомните. вот они, а вот уже подберезовик. Этот гриб уже мягкий, тонкая ножка, но картошка из него получится очень знатная. грибов. Пока везли, пока пересыпали и он немножко помялся. А вот с этими красавцами ничего не произошло. Они такие тугие и твердые, что проблем никаких нет. вот волнушки, вот так они выглядят, белый срез. Пластинки ровные, отходят от центра и до края. Краев, края бархатистые такие. Вот еще один красавец белый. Сейчас я вам покажу валуй. вот они, маленькие, еще не распустившиеся. Но здесь этот гриб, он особо ценным не считается, но все же при употреблении в пищу, это такие вот не раскрывшиеся грибы, они очень вкусные. Немножко идут с горчинкой, но как бы это на любителя. вот еще один маленький. Тоже, можно сказать, не раскрылся еще. Вот характерная его особенность. Видите? Вот так он выглядит. Вот еще один экземплярчик. Вот они плотные, прямо в таком виде их в баночку. И не представляете, какая красота. в общем, вот все это волжаночки. Вот это подосиновик. Да что я подосиновик? Подберезовик. У подосиновика вот эта красная кожица сверху. А подберезовик, вот именно он, коричневая. Она коричневая, белая бывает, а подосиновик всегда красная. Вот маленький подосиновичек. Жесткий тоже, упругий. Вот сейчас переработаю. И на зиму будет чем полакомиться. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Продолжение следует. о